Друзья, всем привет! Есть заказчик, который нашел себе идеальный автомобиль под свои задачи. Но автомобиль находится в Чехии. И мы сегодня в Чехию не летим на самолете, а едем на автомобиле. Почему так? Об этом немножко позже. Нашего заказчика зовут Вячеслав. Так вот, Вячеслав оказался настолько любезным, что он заехал за мной в Киев. И в Киеве я пересел в его автомобиль, и мы поехали в сторону государственной границы. А по пути я особо ничего не писал, потому что парень оказался настолько компанейским. У него столько жизненных историй было за плечами. Я ржал до слез всю дорогу. Короче, 6 часов пути пролетели вообще как 18 минут. Границу вчера прошли, можно сказать, быстро, за пару часов всего. Польша, день следующий. Сегодня марш-бросок на 1200 километров. Я думаю, справимся. Очень классная погода. Солнце светит. Гостиница, в которой были тоже очень даже ничего. Ну, посад прекрасный. Это тот транспортное средство, на котором мы передвигаемся. А так, а так, а так. Все классно. Погода нам улыбается. Все хорошо. Да, по поводу границы. Для того, чтобы сейчас пройти границу, нифига за последнее время не изменилось. Нужен и паспорт, и тест все равно нужен. И вот только при этих условиях людей пропускают. Ну, а мы поехали дальше. Пять с половиной число... Число. Пять с половиной часов в... Вот сейчас вышли подразмяться. Попили кофе. Город Барно. Кстати, из минусов это то, что я не умею читать по-чешски. Ну, как? Можно было бы, конечно, в них. Но почитать, я так чему говорю. Взял булочку, взял латте. А булочка оказалась с кокосовой стружкой. Естественно, кокосовую стружку я не очень люблю. Благо, ее там было немного. И нормально. А значит, для того, чтобы ездить по дорогам Чехии, именно в Чехии мы сейчас находимся, нужно купить виньетку. Нужно купить ее на заправке. Ну, это платная дорога, имеется в виду. А вот уже и впереди Австрия. То есть, грубо говоря, вот за моей спиной Австрия. А за моей спиной сейчас Чехия. В общем, осталась одна в стране. Довольно мы сюда быстро доехали. Сейчас остановились купить виньетку. И сюда, да, сюда получается сегодня ближе. Сюда и туда, и сюда. Ну, в общем, через эту дорогу, по этой дороге, получается ехать сегодня ближе. Недалеко от Зальцбурга. Тормозимся на обед все-таки. Уже 4 часа дня по местному времени. Это у нас 3 ресторана у меня за спиной. Топливо у нас практически полный бак. Побежали. А сейчас для тех, кто понимает в географии, ну, в смысле, где Чехия, где Зальцбург, вы че, пацаны, заблудились, скажете вы. Так вот, пришло самое время рассказать, почему мы поехали на автомобиль. Короче, если лететь за одним автомобилем, ну, ситуация такая, сильно опрометчивая. А в Чехии он за такую цену всего один. Ну, имеется в виду в такой комплектации. Все остальные сильно дороже. И, естественно, можно прилететь, взять автомобиль на прокат, но только взять машину на прокат, и эта история, ну, такая, слегка другая. Во-первых, там чуть-чуть дороже, во-вторых, есть свои заморочки. Поэтому мы выехали специально раньше. А машину в Чехии могут показать во вторник. Так вот, мы выехали немножко раньше для того, чтобы заскочить в Германию, посмотреть несколько автомобилей. Ну, так, на всякий случай. Потом со спокойной душой поехать в Чехию, забрать автомобиль, сесть на него, поехать в сторону родной земли. Вот такой у нас идеальный план. Или мы так думали? Австрия. Мало того, что они не пускают в обычных масках, надо вот такая вот клювообразная маска, другая не подходит. И еще плюс, что пока не покажешь сертификат, ни хрена тебя не впустят, и даже еду не дают. Я пришел в машину за сертификатом. Германия. Я не помню какой город. В общем, смысл в чем? Была не раздельная кровать. Я объяснил, что мне нужна только раздельная кровать. Ну, в смысле, нам нужна раздельная кровать. Их раздвинули. И вот что под кроватью. Вот как они убирают. Просто красавцы. Пыли здесь немерено. Ясен пень. Они сейчас придут, все поубирают. Но сам факт того, где мы живем, весело, интересно. А, минуточку. 93 евро стоит вот этот вот номер. 93. Ну, такая аутентичная обстановочка. Интересная. Эй, чуть камера не упала. Но 93. Основную камеру я забыл в Киеве. Поэтому будем пользоваться этой херней маленькой. Сидим, осматриваем автомобили. А сзади интересная тема. Вон куча немцев. И сидит и выиграет в какую-то херню. Непонятно что там. Какие-то фишки. Да, причем на деньги играют. Уже нас рали два рестора. Их снимать нельзя. Они очень нервничают. То есть немцы следят за тем, чтобы на них не смотрели. Поэтому я типа снимаю себя. Вообще вон весь фокус сзади на немцев, которые там сидят, долбятся. Уже два ресторана. Пипец. Очень интересно. Утро следующего дня. Я понял за что 90 евро. Здесь нет шампуня. Здесь нет нормальной еды. Здесь так себе гостиница. Но вид на Мадрид здесь, конечно, очень неплохой. То есть мы и полокружение гора. Когда вчера мы вечером заезжали, я всего этого не видел и не мог понять. Потому что темнота, глаз выкали. Но если посмотрели вот так вниз, то там вот такая некая долина. Место прикольное. Хотя сейчас оно в таком слегка запустении, что ли. По планам. Какие у нас планы? Мы выбрали сначала 3 машины. Потом сделали круг не 100 километров, а 200. Машин уже 12. И 8 из них подходят под наши параметры. Есть там моменты, которые не очень. Уже мы начинаем выбирать. То есть нам был принципиально нужен полный привод. Полных приводов благо в Германии дофига. Мотор нужен был на 204 лошади, который на 150 киловатт. Ну, 146, который на 199, он тоже подойдет. Но их намного меньше, чем на 150. По сути, это один и тот же мотор. Машины есть. Мы поехали. Раублинг. Так называется город, куда мы собрались ехать. Там находятся цельных 2 транспортера, которые подходят под наши параметры. Да и плюс, этот городишко находится вдоль австрийской границы. Так что дорога у нас по бокам очень прекрасная. Салон вроде бы этот. Сейчас посмотрим, правильно мы приехали или нет. Берем все. Салон центр в Родрухайм. Оно? Не знаю. Гебраут центр. Объявление нужно открыть, да и все. Сейчас придем в тупую. Здравствуйте, покажите. Что мы здесь имеем? Он, кстати, на полном пуле. Он полный. Он хороший. 47. Открыли, что ли? Ага. Какие добрые люди. Так, пока они там общаются. Сейчас мы быстренько его прострелим. Потому как этой машины нету и она у нас вообще не в планах. Все хорошо. 1802. Вот здесь вот нехорошо. Пока окрашена вот эта дверь. Да, вот видно, что она. Причем, говорит, может поторговаться. Ну, хорош. А почему его вынете нету? Вот у меня вопрос. А его еще не выкинули, наверное, просто напротив. 129, 116, 120. Как удачно мы заехали. Вот что значит остановиться в горах. Он, кстати, чуть полированный. Так, здесь хорошо. 118. И причем там он где-то лаком сбрызнут. Сейчас я пойду посмотрю, где именно. 108. Ну, такой подзачуханный чуть-чуть. Ну, эту тему можно либо поменять, либо отполировать, если нужен идеальный внешний бетик. Вообще. 191. 200, 203, 200. Не критично. Ну, шпаклевки я на нем не вижу. Вот от слова совсем. Второй окрас есть. Ну, шпаклевки. А где же он был ударен и поцарапан? Ну, пока вот здесь вот вижу. Такое нечто, что-то. Так, короче, пофиг. Сделан хорошо. Внутри, внутри все ровно. Хорош. Хорош. Столика не вижу. Столика нету. Так, и что у нас? Блин, действительно полный. Я думаю, надо попросить ключи и почитать его сразу. Здесь какая-то сигнализация дополнительная установлена. Мотор слегка мутый, но в труднодоступных местах нету никакого говна. А легкий конденсат присутствует от того, что мыли автомобиль. Я говорю, здесь второй аккумулятор. От того, что мыли автомобиль, он водичка чуть-чуть. Ну, так нормально по запашку, нема. Такой гарри, ничего. Плюс-минус. Но здесь я не вижу, чтобы он где-то... Ну, в принципе, он клепанный только в дверь в одну. Крашенная дверь, лобовое стекло с полным обогревом, кстати. Треснула шкура молодого дермантина. Мех из писек обезьян не прижился. Так, здесь... Ну, в общем-то, в общем-то, надо его почитать. 85. Отслоившийся уплотнитель. Вот эту штуку уже для хорошего эстетического внешнего вида нужно поменять. Блю, все как мы любим. Ну, запустился он хорошо. Так, и пошли, и пошли. И пошли, и пошли. Что у него там потом заглохнет? Да нет, там еще четверть бака. Да заглохнет еще далеко. Сейчас я быстро смотрю на основные моменты. Так, ну я вижу, что его красили, не снимая дверей. Да, там нормально. Закрывается без каких-либо проблем. Аккуратненько. Шторки чуть-чуть слегка грязненькие, но поднимаются. Что у нас здесь, что у нас здесь открывается. Штора есть. Проход. А с моей жопой так себе. Ну, здесь работает. Так, а по стеклам, по стеклам он 16-16. 16-го года, как я и предполагал. Регистрация у него первый месяц 17-го года. А вот, чуть потерто, подкрашено. Да, ну, тут все мелочи, что у нас здесь. Здесь работает. В этом автомобиле для меня лично есть легкая загадка. Сейчас я поясню. Вот этот вот шильдик були, который там висит, это говорит о том, что модель приурочена к 70-летию выпуска транспортера. Только есть один момент. Эту модель начали выпускать с апреля месяца 17-го года. Мы по техпаспорту видим, что машина в январе. Я точно понимаю, что эта машина в 16-м году сделана, потому что стекла у нее 16-го года. И потом, когда мы немножко позже узнали, она ноября месяца 16-го года. Так вот, значок були есть. Внизу на порогах, где подсветка горит, там тоже должна быть надпись були, а там надпись хайлайн. Плюс еще не хватает шильдика на стойке. В общем, у меня такой легкий диссонанс пошел, я не совсем понимаю. Ну, то есть, либо это какой-то предзаказ модели, ну, либо я чего-то не знаю. Друзья, кто знает, а наверняка есть такие. Напишите в комментариях, что это такое, чего я не знаю. Так, тут есть, что у нас 83%. Так, закройся. Закрывается. У вас-то заработало. Можно включать. Вверху на льмитонку просто. Сейчас, да, чувствую. Пусть догревает. Дроссельная заслонка. Но она неактивная. Ее здесь либо меняли, либо еще что-то. А ну, сейчас я посмотрю. Но ошибка неактивная. То, что у меня есть история, это уже очень хорошо. Левая сдвижная дверь, а ну ее же ремонтировали. Да, и скорее всего, что вот это не концевит, а провод. Меняли, скорее всего. Потому что оно не болезнет. Скажем так, 70-80 тысяч, и все, и он выходит из строя. Сейчас мы посмотрим основные и полезем уже в мотор. Дополнительный автомобильный, это петель. Что ж с тобой было? Нехорошего. Так, чтение кодов неисправностей. Слишком маленький уровень топлива. И было зафиксировано слабый аккумулятор, поэтому он не запустился. Для тест-драйва попросили оставить паспорт, попросили оставить водительское удостоверение. Сейчас запишут и вешают номера. Езжайте, парни, куда хотите. Так, ну я что узнаю? Я узнаю только ходовую. Я думаю, наверное, вы садитесь. Ну, шрустыных хрустят уже классно. Турбина здесь тоже с ней, ну, просто вау. Показываю давление на разгоне. Заданное значение и фактическое значение, оно отличается вообще на совсем чуть-чуть. Поэтому отклонений больших нету. Все в пределах нормы. Пока красота, но это только первая машина. У нас еще декелька, несколько. Блин, ну эти горы, это, конечно... Чем-то отдаленно Швейцарию напоминает. Там хорошо. Но мы пока здесь, мы еще не там. По этому мультивану есть дополнительно зимняя резина. Ну, то есть продавать вот такой автомобиль с лысыми колесами у немцев как-то вообще неэтично. Поэтому комплект новых зимних колес идет в подарок. И при необходимости, если нужно, чуть позже мы прям там заедем на сервисный центр. Если мы определимся на этом автомобиле, мы его еще посмотрим и снизу. А пока мы думаем, размышляем, у них есть второй автомобиль, который нам подгоняют как катер к трапу. И сейчас мы будем осматривать вторую машину. Так, следующий вариант посмотра. Ну и здесь тоже. Такая лысая резина, она какая нет, она не лысая. Что, здесь было? Здесь. Здесь более тонированные стекла. А, это тот, который без этого, без сидения. Не-не-не, это у них не было такого. Будем его смотреть. Не, он пустой, нет. Не будем. По причине того, что мы уже видим, знаем, понимаем, что машина, которую мы осмотрели ранее, она на голову выше, хотя стоит практически так же. Плюс это пустая как барабан. Да, но у нее на 20 тысяч меньше пробег. Не интересно. Следующий пункт назначения Вольснах, это 130 километров вверх в сторону Берлина. Едем в сторону Вольснаха. Незаметно уже приехали. Вот наш панамерикана. Идем смотреть. Сие прекрасное чудо. Ну, пока новенький, пока красивенький. По крайней мере, визуально целый с этой стороны. Что будет с той стороны, хер знает. Бампер у нее другого цвета. Передний. Ладно, пошли смотреть. Ладно, сейчас пойдем просить ключи от него. Стекло здесь мененное, причем хреново мененное. Почему? Ну, потому что... А резинки нет боковых? Верхние резинки нет боковых здесь. И боковых нет? Ну, приехали, давай посмотрим уже. Да, конечно. Единственное, что здесь нет сидений, получается, двух. Резина такая же, как подношенная. И двери здесь нераздвижные. Но это мы помним. Сняли лейбу, красавчики. Столик есть, сидение. А может, они есть? Надо задать вопрос. То, что их нету здесь, это еще не факт, что их нет вообще в принципе. Да, можно пока. Или я сейчас схожу, возьму. 101 капот, 102 стойка, двери 114, 110 боковая царапанная. Тут на всякий случай 108. Здесь 103. 129, крыло 97, 105. Пока все хорошо. 127, 131, 103, 140, 97. 132, 131, 131, 132, 107, 131, 113, двери 102, 108. Контрольная стойка до крыши. Заберемся чуть позже. Иду. Тикрос кабриолет никогда не видел. 49,890. Толстая стойка до крыши. А как это вот? Ну, такое. Чуть-чуть попыривается. Так, а что у нас с компрессором? Ага, тут хуй ночевал. Нет. Да здесь должен быть в этом самом, в среднем ящике лежать компрессор. И лотки должны быть. Да нету, да? Вряд ли компрессором. Он такой квадратный. И ящика нету вообще ни одного. И должно быть три штуки. Чуть зачуханное. Что у него с пробегом? Ключи он оставил? Нет? 89. Ключи он не оставил. Какой-то недоверчивый немец попался. Когда меняли стекло, даже потолок порезали, сволочи. 90 тысяч у него. Да, 89 с хером. Но здесь потолок порезан, когда стекло его меняли. А, да-да-да-да. Ну ладно, заглянем пока под капот. Ну тоже мытый мотор. Но чтобы что-то разбиралось, снималось, особо и не видно. Лейбочки, что мы здесь имеем? 26.08.21 была замена. Да, он мытый, он чищенный. Что здесь? 10.12.21. 89.792. Менялась жидкость. И, наверное, тогда его и мыли. Но фары не отнимались. Капот тоже. Так-то он целый весь. Но какое-то он замененное стекло. Что с капотом я пропустил. Капот посеченный, но типа не сильно. Что с радиатором? Радиатор тоже не сильно посеченный. Бампер почему? Это пластик какой-то не такой, как... Аж силикон с него течет. Настолько напидорили, но зачем подкрылок пидорить? Вот эта штука вся затертая. Беленький автомобиль, на фоне которого я стою. Он очень, не очень, не как. С видом он классный, но... У него клепанный замененный бампер. Но это не страшно. Замененные подкрылки. Лысая резина уже впереди стоит. Самое большое и неприятное, это то, что уже он переливает на трех форсунках. Слишком здоровая у него коррекция. И форсунки еще такое дело. Плюс еще... У него сильно греметь начал маховик. Маховик здесь тут массовый, стоит веселых денег. Поэтому... А и плюс у него не хватает двух передних сидений. Сказали, выдадут с другого автомобиля. Но не факт, что они такие же в цвет будут. Поэтому... Пока так себе цена 49. Пусть стоит, пусть продается. Нам он не особо интересен. Едем дальше. Так... Вот... Вот... Вот, вот, вот... Где наш транспортер? Нашего транспортера где-то нет. Ладно, сейчас пойдем искать. Ой, действительно непонятно. Значит, эта машина точно нет. Потому что... У нее некий гул еще только когда запустился двигатель. Нет вебасты. Хотя она заявленная, что она есть. Но ее здесь по факту нету. И... Да, он целый. Да, он не крашеный. Ну и все. И на этом дело закончилось. Плюс он не на шкуре, а на тряпке. Но как бы это вообще не приоритет. Но... По сравнению с тем, он на тысячу. Все лишь на все меньше. На тысячу евро. Но у него нет электрических дверей. Нет вебасты. Нет... Эээ... 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 Находясь на баварской земле, очень захотелось баварских сосисок. Вот такая сосиска с картошкой стоит 7 евро. Прикольная. Здоровая. Обычно они были меньше, но сейчас они какие-то здоровые. Большие так большие. План следующий. План следующий. Едем мы в... Чехию. Ух... Посмотрели мы сегодня три автомобиля из четырех доступных. Почему так? Потому что четвертый автомобиль был участника, и у участника мы его не посмотрели, потому что мы с ним так и не связались, он так и не вышел на связь. Мы с ним общались, общались, я писал ему, звонил, у него автоответчик ключен. Ну, у немцев так часто бывает, что они очень занятые люди, у них везде термины, у них все расписано, все по времени живут и вот продают машину, а продавать будут, ну, скорее всего, на выходные показывать, потом еще через недельку продадут. Не всегда так, но так часто бывает. Вот, поэтому мы третий автомобиль так и не посмотрели. Немножко позже посмотрим, не знаю, будет ли удачная поездка или нет. Нет, зря мы сюда влупили 450 километров или нет в одну сторону. Об этом мы узнаем завтра. Сейчас я уже в гостинице, поселились и сейчас уже, грубо говоря, отдыхать. И, 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 и завтра в 9 утра еще один осмотр. Утро доброе. Чехия, город Млада Болеслав. Кстати, я не думал, что он такой здоровенный. Мы посмотрели, тут 45 тысяч населения. Город, я думал, ну, такое, чуть-чуть больше деревни. Ага, фиг, там тут утренние пробки и все дела, все классно. И, кстати, вот гололед, вот стоим, реально, реально лед, стоять тяжело. Ближе к сути. Здесь есть Т-4, который по стоимости как раз подходит нам. Который, в принципе, имеет свой лишь один подкрашенный элемент, у которого есть вся история официальная, у которого есть два комплекта дисков. Не знаю, как насчет резины, но комплектов дисков два. А так, вот место, где будут показывать этот автомобиль. Не знаю, чем это закончится. Очень интересно. Все-таки 450 километров проехали. Думаю, не зря. Здесь вот, ну, короче, покрашено плохо. Причем вот бамперы тоже хреново покрашены. Тут шпаклевки нормальные, она будет отлетать местами. Вот даже просадка, пипец. Вот здесь тоже крашено. Вот аж лак потек. Не, может я, конечно, ошибаюсь. Сейчас не... 24. Так типа сделано хорошо, но вот потек. Плюс по капоту 210, крашено. Тоже крашено. Пан, а перед? Перед. Здесь было лакованное, а здесь было. То было лакованное. Как я сказал, чуть-то, а бог зеби. То же было лакованное. Глобовое стекло не льет. А, это отсюда могло. Ну, варю не воняет. То есть сказать, что там все плохо с маслом. Может быть, может быть. Может быть. Может быть. Какой-то более почуханный, что ли. Вот такой подертый. Вот это как-то у меня съехало. Потолок у нее поцарапанный, подряпанный. Да, пока еще ворвало. Вот тоже под лакованное. Что-то било, ёпки. Доставим, доставим. Не мимо полок компрессора. Тоже не мимо. Стоп, что он какой-то. Стекло меленое, меняное и уже вот трещина. Поклевка уже отвалится. Потому что я говорил, что оно... Хуёпа хорошая, да? Да. Ну, в принципе, это можно перекрасить с одной стороны. Вопрос в цену. Да, вопрос в цену. Как минимум два подъема. Да, я ее видел. Но здесь он, видать, был причуханный. Причем, пока мы ему не задали вопрос. Вот тоже кратер. Что он рассказывает, что он только там лакован. Охреново лакован. Друзья, я не один раз говорил, что самому не нужно выбирать автомобиль. Вот яркий пример. Я немножко расскажу предысторию. Вот этот парень, с которым я поехал, это не первый его в жизни мультиван. У него в его жизни были мультиваны. Он уже покупал новый. Он про эту машину в некоторых аспектах знает больше, чем я. По техничке он тоже хорошо подготовленный. Но вот момент. Имеем машину, на которую он конкретно ехал. Он собирался ее купить и ехать домой. Но мы видим момент того, что она не имеет один подкрашенный элемент. Она имеет лупленную морду. Ну, пусть не сильно, но тем не менее. Мы имеем бампер со шпаклевкой. Шпаклевка отваливается. Она говорит, слушай, да ничего страшного, это же можно перекрасить. Фара продряпанная там. Ну, просто подряпанная, заполированная. Да ничего страшного, можно же другую поставить. Капот, мусор. Как будто его, не знаю, в подвале с веником мокрого фигачили, красили. Столько мусора под лаком. Ужас. Да ничего страшного, можно перекрасить. И вот в этот момент очень важно было включиться мне. Человеку, который трезво оценит с холодным разумом, что вот этот автомобиль, он ну как минимум хуже того, что мы видели. Хуже всего того, что мы видели. Но парень хочет тест-драйв. Если вдруг по технической части этот машина просто перфекта, идеальный, тогда будем рассматривать эту машину, торговаться сильно по цене, для того, чтобы можно было как-то компенсировать. В общем, парень влюбился в этот автомобиль. А это неправильно. Что-то пиздец шпактовый. Это все вылеплено. Краска уже отвалилась вот здесь, но это не страшно. Вот здесь вот имеем немереные шпаклевки. Подкрашенные, лакованные, как он говорит. Но по факту мы имеем то, что он здесь реально зашпаклеван. 2 мм шпаклевки. Вот эта дверь. Я не уверен, что камера передаст. Сейчас где-то я видел пыль под лаком. Вот. Дальше эта дверь нормальная. Вот это крыло у нее крашеное. Капот крашеный. Вот здесь вот уже шпаклевка отламывается. Не уверен, что эта камера передаст. Короче. Вот здесь вот есть зачуханное все. Вот здесь потресканный лак. Вот мусор. Вот мусор. Вот тут тоже. Вот здесь вот куча мусора. Вот видно шпаклевка. Вот оно просело. Ну короче, уставшая машина. А, кондиционер у нее не работает. А вот тут выгрызан пол. Вот здесь вот от ремня безопасности остались одни уши. Ошибок я нафотографировал хреновую тучу. Ну, такое. Уставший, выкатанный автомобиль. Плюс, если посмотреть на потолок, на салон. Плюс он здесь вот здесь зачуханный такой. Его типа пылесосили, но не допылесосили. Потолок у нее порванный. Вон сзади. Вот прокуренный. Такое. 45 тысяч за какой хер. Эти штуки не стоят на месте. Очень жаль, что приехали в Чехию. Но, с другой стороны, мы бы и не поняли, насколько классный тот первый. Ну, как не поняли. Я-то сразу понимаю, что он как раз, вот как он выглядит на 50 тысяч или на 80. Но он намного лучше, нежели вот этот автомобиль. Плюс там крашена только одна дверь. И по толщиномеру там видно, что там второй слой лака практически по всей двери. Лишь только по первой там перекраска. Такое ощущение, что там есть царапина какая-то. Плюс здесь надо уже делать гидроусилитель руля. Он сильно шумит. Плюс... Да, короче, тут пипец. Столько плюсов. В общем, машина красивая, нализанная. Но на этом все. Поэтому замки вон у нее тоже уже регулировались, менялись. А, и плюс тут форточки нет. Но форточка тут такое дело. А зато салон тут лучше. А, я не помню, говорил или нет, кондиционер тут не работает. Скажи, пожалуйста, мне что, нет смысла тогда ехать? Прилендер попроса на стоит. Такой он целенький, но весь побитый. Вот каким-то соседними дверями. Такой трохи мрачный. Я смотрю, они покупают машины такие слегка гэпнутые, красят, малюют их. И продают. Мерседес 225, упавший на четыре кости. Пневмы у него нет. Это вроде нормально, но я думаю, что что-то ударило. Ой, какой узор красивый на капоте. Ах, блин. Очень красиво. Не знаю, передаст ли камера. Но очень красиво. Ну, наверное, только вот. Зазоры красивые. Слушай, диски царапанные, бампера царапанные, дверь подцарапанная. Царапанная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, диски царапанная. Перед выездом в Чехию мы заправлялись на этой заправке. Поэтому съездить в Чехию и обратно ровно один бак топлива. Потому что здесь мы выехали по доле. А расстояние 450, 600, 510 километров. В общем, 1100 съездить туда-обратно и понять, что с автомобилем полная шляпа. Здесь осталось еще совсем чуть-чуть до Мюнхена. Вернее, под Мюнхеном в городишке продается автомобиль. Типа хорошо, типа красиво, типа есть раздвижные двери. И усил. Притонированный, да, длиннючий, плюс 40 сантиметров. Напидорины! Какой у него пробег? Сколько он стоит? 39,900. Нисколько, нигде ничего нет. Где он накатал 132 тысячи? Какого он года? 132 тысячи с 17-го года. И такое состояние. Есть парочка. 132 тысячи. Офигеть, по нему хрен скажешь. Вот это вот. Ну, просто поменяли суппорта, тормозные диски и... И окей. И жирный автомобиль. Так, сейчас мы вот это обойдем. Да, вообще нигде ничего. В Германии очень интересно покупать вот такие вот машины, которые, ну, не по самому дну рынка, но и те, которые плюс-минус... Ой! Скоростной паровоз полетел. Да, так вот, состояние автомобилей, которые в Германии вот на таких плюс-минус автохаусах, очень удовлетворительно. Не все. Вот если смотреть по низу рынка, то там уже есть такие варианты. Но если смотреть чуть-чуть выше низа, то... Вот, машина. 132 тысячи. Практически без единого скола. Обслуженный, готовый, наверняка с гарантией. Ну, посмотрим, что еще есть. Вот так вот народ покатался немножко на автомобилях. Сколько тысяч наездил, и все, нафиг. Следующий. Сказал заведующий. Ну, а мы выдергиваем такие суперклассные автомобили и тянем их к себе в страну. Друзья, статистика вещь настолько упертая и упрямая, против цифр никуда не попрешь. Считать нужно все. Это я к чему все рассказываю. Среднее удержание видео 40 минут больше, никто не хочет смотреть. Да, спасибо в комментариях. Я вижу, что вы пишете, что давай видео по 3 часа мы будем смотреть. Но я-то вижу, что вот 40 минут еще смотрят. Дальше народ убегает. А это совсем никак не помогает развитию канала. Поэтому, с чем мы столкнулись, с какими трудностями? Выбрали мы транспортер или выбрали мы что-то другое? Выбрали ли вообще? Об этом вы все узнаете в следующей серии, которая будет уже очень скоро. А сейчас огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Интересно. Сразу спросили, типа, а как вам заходят длинные видео частями? Как типа, мы всегда с Германией говорим? Я вот просто из мультиван там 15 минут. Хорошо, уговорил. Да что 15 минут, тут уже 40. Друзья, а расскажите, как вам заходят очень длинные видео, вот частями? Как мы раньше писали на маршрутке в Германию, я смотрел, заходило хорошо. Потому что вот наши аналитики говорят, что это очень плохо такого...